Друзья мои, приветствую вас на канале Апасов. Как всегда, выходим с самыми актуальными новостями, с самыми интересными гостями. Сегодня новостную повесточку будем разбирать вместе с Игорем Масичуком. Игорь, здравствуй. Здравствуй, Василий. Мы традиционно с Игорем выходим обычно по четвергам, но в этот раз мы чуть-чуть раньше. Игоря мы поздравляем с именинницей. Правильно? Спасибо. Спасибо большое. Кто не знает, у моей супруги сегодня Влада день рождения. И именно из-за этого, что я завтра буду в дороге, мы выходим сегодня. Да. Именно из-за этого мы выходим сегодня. Но ничего страшного, я думаю. Никто не расстроится. Зато в комментариях вы все можете написать поздравления, в том числе Игорю и его супруге Владе. Друзья мои, давайте поставим, пожалуйста, лайк в начале этого видео, для того, чтобы оно набирало наибольшее количество просмотров. Не забываем в том числе и подписываться. И сегодня будем говорить многое о том, как Россия пытается задружиться со своим стратегическим теперь партнером с Северной Кореей. Ну, собственно, видно, близкие тянутся к близким. Как-то так можно это охарактеризовать. Будем говорить про Украину и НАТО. А эта тема вроде бы удивительна, что мы опять про нее будем говорить. Но опять есть про это какие-то заявления. И что это значит. Будем разбираться. Ну, и также внутренние международные вопросы. Поэтому усаживаемся поудобнее и начинаем. Игорь, с чего я хочу начать. Средства массовой информации нам сообщают о том, что Путин и Ким Чен Ын в Пхеньяне подписали соглашение, которое предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников данного договора. Об этом заявляет президент России Путин. И как именно это будет происходить, он не уточняет. Ким Чен Ын добавил, что соглашение будет носить оборонительный и миролюбивый характер. Ну, миролюбивость Северной Кореи, в принципе, и так все знают. Вот. И КНДР уже сейчас поставляет России снаряды и ракеты, которые применяются в Украине. Об этом новости постоянно происходят. Что в целом? Вот как ты можешь охарактеризовать этот визит Путина в КНДР? Для чего они подписывают эти соглашения? И что это, в принципе, значит? То есть это угрожает миру? Это игра Путина, попытка сгущать краски, шантаж. Что это? Ну, Василий, это поднятие ставок. Это поднятие ставок однозначно. Если проследить заявление Путина о том, что по странам, которые поставляют оружие, из которого бьют по территории Российской Федерации, ну, наши войска, по этим странам тоже могут нанесены быть удары с третьих стран, которые... Ну, и так далее, и так далее. Ну, то есть он пугает. Противостояние Северной Кореи и Западного мира ни для кого не нового. Ничего нового в этом нет. Сейчас это подсилюется соглашением с Российской Федерацией. Мы его еще не видели, но это соглашение... Я не знаю, увидим ли мы его. Но однозначно для стран Запада это вызов. Однозначно для Украины это проблема, потому что главное, что хотел и хочет Путин от России, от Кореи Северной, он получает и, видимо, будет получать больше. Это снаряды, это ракеты. Да, это ракеты, которые не есть насколько современными, насколько точными, но их уже научились доводить, ну, так сказать, да, до определенных. И это, ну, для Украины это серьезнейшая угроза. Для Западного мира это усиление и угроза тоже, но как бы не прямая. А для нас это прямая угроза, потому что эти снаряды, эти ракеты будут лететь по украинским военным, по украинским городам. И, естественно, это проблема. Могли ли мы этому противостоять? Ну, в нынешней ситуации нет. По факту Путин создает колесо в противовес западному миру, противовес тем, кто поддерживает в той или иной степени Украину. Ну, и, ну, кто-то называет ее ось зла, как во Вторую мировую войну, коалицию, собранную Гитлером. Кто-то просто говорит, что это союзнические отношения, которые продлятся, пока будет противостояние с Западом. Кто-то говорит прямо, что мы стоим на пороге Третьей мировой. Такие мнения я тоже слышал. И не последних людей. Является ли это шагом к Третьей мировой? Союз Северной Кореи с Российской Федерацией? Как по мне является. Почему? Как по мне, ну, почему? Потому что амбиции Северной Кореи, амбиции Российской Федерации у каждого, ну, разные. Ну, то есть направления разные. Но никто, если Путин напал на Украину, что мешает Северной Корее вторгнуться в Южную? Тут давай я один момент добавлю, потому что, ну, СМИ пишут так же, что Путин якобы намекнул, что Россия может начать поставки в КНДР боевых самолетов и дальнобойных ракет. Вот здесь запомним. Судя по его словам, это будет якобы ответ на решение Запада передать Украине аналогичное оружие. Ну, и... Вот, 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 вот. Слушай, я все... И приводится цитата, да, Игорь, приводится цитата, что новый договор с КНДР предусматривает взаимную помощь в случае агрессии против одного из участников документа. Обращаю внимание на заявление Запада о поставках Украине в 16 дальнобойных ракет вооружений для ударов по территории России. Российская Федерация в этой связи не исключает для себя военно-технического сотрудничества с КНДР в рамках подписания данного документа. Тут, что интересно, что интересно, каким образом может условный Запад помешать данному процессу? Ну, поставок. Если вдруг Россия захочет поставлять туда вооружение. Никаким. По факту, никаким, потому что Северная Корея как бы уже как блох санкций набралась еще давно, Российская Федерация набралась их сейчас. Санкции против этих санкций здесь, то есть, Василий, не будут. Нет, так тут понимаешь, в чем дело, интересно. То есть, санкции в отношении Северной Кореи вводить абсолютно бесполезно, потому что там и так уже, ну, наверное, все на свете введено. А вот одна санкция. Да, а вот в отношении Российской Федерации как раз те санкции, которые вводились, ну, они, естественно, там каким-то образом влияют. Но Запад в полный рост и торгует параллельно еще с Российской Федерацией. То есть, чисто теоретически, если бы они перестали это делать, было бы больно. Но, видимо, не могут или не хотят. Ничего личного, чисто бизнес. Чисто бизнес. Да, если отследить нарушение или обход санкций западными корпорациями, которые тесно сотрудничают, в том числе с администрацией президента, ну, США, ну, честно говоря, у меня лично, я делал подобный анализ, у меня лично это вызывает, ну, не то, чтобы я не был зачарован ну, Западом, да, но у меня это вызывает, ну, блевотный рефлекс на, как реакцию на действия западных партнеров, так называемых. Смотри, одна из основных на сегодня, одна из основных сфер сотрудничества торговых между Соединенными Штатами и Российской Федерацией, это обращенный уран. Собственно, из которого производятся ТВЭЛы, которые потом нам продаются, нас нагибают, чтобы мы на них переходили, в Эстерхаун, ну, так называемые. Практически как топливо в этих ТВЭЛах в Эстерхаузер используется российский уран, за который платятся деньги. Недавно Байден ввел санкции по урану, но они насколько хитро попые, эти, ну, санкции. Чтобы вы понимали, дорогие зрители и ТВЭЛ, они, во-первых, начнут там действовать с какого-то... Там запрет на покупку, которые начнут действовать с 28-го года. Да, с 28-го года. Притом в процентном отношении, притом президент должен будет определить, не угрожает ли это национальной безопасности. А я сразу скажу, угрожает. Почему? Потому потому что если они хотят запустить свой уран, ну, то есть замен российскому, они уже сейчас должны расконсервировать американские сакции. Может, это и происходит? Да не, ну, уже бы об этом Россия кричала, ну, понимая, другие какие-то страны. Это все мониторится. МАГАТЭП сказала об этом. Никаких. Трудно об этом судить. Понимаешь, что самое интересное? Я тебе еще раз говорю. По состоянию на прошлую неделю я по этому поводу общался с сотрудниками МАГАТЭП. Так. Никакой информации, никакого намека, посыл о том, что в ближайшее время американцы начнут расконсервировать свои урановые сахты, не было и не было. И я думаю, не будет до, как минимум, президентских выборов, чтобы не делать это фактором внутренней. Ладно, может быть, хотя я не сильно там вижу прямое влияние на выборы с этим, тут даже в плюс каким-то образом можно это перевернуть. Но ладно, это другая история. Меня интересует... Знаешь, почему американцы заморозили сам? Почему? Одна из причин была, что местные активисты выступали против их работы, потому что это плохо влияет на окружающую среду и так далее и так далее. То есть сейчас в преддверии выборов дергать этого тигренка активистов за усы и хвост одно время, но я не думаю, что администрация Байдена на это готова. С одной стороны я с тобой согласен, с другой стороны в Соединенных Штатах мало кто людей понимает, как это происходит, и все думают, что там активисты вообще крутят все мы и вся. На самом деле там, где стратегически важные моменты, активисты почему-то иногда не замечают их. а замечают... Ну, Василий, мы знаем, что в принципе что американские, что украинские активисты это ничего личного, опять же, я скажу, чисто бизнес. Смотри, подожди, смотри, мы сейчас отвлечемся от этой темы, что раз уже заговорили за активисты. Только ненадолго, да. Да не, ну а зачем надолго? Идут большие разборки в табачке сейчас. Ну, в табачной промышленности, где контрафакт в Украине, где официальная производство. Так, и что там? Вовсю играют активисты. Ну, вовсю. За одних, за других. Одни блокируют фабрику в Винниках, кричат, это вот они тут чуть ли не с русскими работают. Другие наоборот кричат, они налоги платят. Понимаешь? Ну, то есть, потом, второй момент, дело, о котором мы не поговорили в прошлый раз, но, которое уже обгаваривается на госуровне, ее уже можно не прятать, ну, есть официальная информация, я имею ввиду по черной трансплантовой. Ну, вот эти же товарищи, товарищ вот этот главарь группы Загорычук, который был Скоролевской замом, ну, это все опять же поддерживалось этой группой активистов, которые выступали за реформы медицины, только каждый смотрел на них со своей точки зрения. Ну, тут правду сказать, что Скоролевская к реформе медицины очень непосредственное отношение имела, Скоролевская вообще, ну, я когда-то просто имел общение с ней. Я знаю реформатора, который ее рекомендовал на должность и завел в образ президента. И тить-ка вот тить, какой реформатор. Слушай, с этим у меня нет сомнений, я тебе просто говорю, что я вот когда-то со Скоролевской разговаривал, еще до ее момента входа в должность, я тогда, кстати, не отстрелил, что ее тянут именно в эту историю, и она начала появляться там на шоу и так далее, мы с ней были гостями на одном из телевизионных шоу, то есть я с ней пообщался. Очень милая женщина, мы обменялись контактами и тому подобным и так далее. Вот она из личного разговора, она вообще мимо реформ этих всех. Она просто хорошая была. Вот это по моему разговору. Только как она мне не струбила. Ну, я думаю, для Мессы Радонского она еще лучше была. Наверное. Не знаю. Ну, короче. Василий, хорошо, ладно, оставим скорлевку, это другая тема. А наем, как тебе? Великий активист. А Сабунин? А этот, как его, Шерембей? Не, ну, слушай, ты сравниваешь очень разных людей. Я тебе так хочу сказать. В отличие от Сабунина с Шерембеем, Шерембей, это вообще очень странное недоразумение, которое случилось, как по мне. Ну, у всех свое мнение. Вот. Наем как раз из вот этой истории с активистами очень быстро выпрыгнул и пытается занимать чиновничьей должности, то есть, идти в этой стезе. Недавно, кстати, отставка его была. Послушай, если бы Шабунина взяли, он бы тоже с удовольствием занял должность. Ну, почему-то же не взяли. А Шерембея взяли. Куда? Ну, а кто там у Супрун работал? Я? Не, в смысле, кем? Ну, кем Шерембей работал? Он у него там в наглядове Рахи, Чедевин там. Да, это, не, это же не должность. Это же просто местные эти. Короче, это другая совершенно тема. Игорь, мы сейчас уйдем не в ту сторону. Я тебя хочу все-таки вернуть, я тебя хочу вернуть в Северную Корею, Игорь. По поводу Северной Кореи и теоретических поставок туда вооружения. Кому это может создать проблемы? Это может создать проблемы для Южной Кореи, потому что, грубо говоря, столица Южной Кореи через небольшую речку просто, и Северная Корея неоднократно говорила, что они там могут стирать с земли этот город даже исключительно артиллерией, снаряды, которые не сбиваются. Это мы прекрасно понимаем. Вот. А что такое проблемы для Южной Кореи? Для Южной Кореи это проблемы для Соединенных Штатов Америки, которые являются их стратегическим партнером, и которые как раз вписываются по своему договору за Южную Корею. То есть, вооружением, и... Если вписутся. Это другой вопрос, но должны. И как и как вписутся? Они за Украину тоже вписываются? У нас разные договора подписаны между Украиной и США и между Южной Кореей и США. ну у нас Зеленский, ты что, не слышал? Неделю назад стратегический договор, Василий, такой вот... Игорь, это разные вещи, и сейчас мы говорим все-таки... Нас отманули, Василий? Если вы, Игорь, обманывались, то, наверное... Подожди, я не согласен, Василий, как это разные? Нам сказали, что такого ого-го договора никогда не было. Но это гарантирует нам безопасность. Не говорили. И все... Ну как не говорили, ты почитай, что писали офисный информ помойки и спикеры, что говорили... Я читаю официальное заявление. А я читаю и смотрю в комплексе. А Миша Подоляк что говорил? Да такого еще не было. У Украины такого не было. У Северной Кореи было лучше. Я извиняюсь, так еще не ипали, да? Что? Нас так еще не ипали. Игорь, я понимаю твое желание поговорить про какие-то телеграм-каналы. Подожди. Не, не, подожди. Этот Подоляк, он кто? Кто? Телеграм-канал? Ну, кто? Он родник в офисе президента. Так. Он озвучивает позицию офиса президента. Я не ошибаюсь? Ошибаюсь. Как это ошибаюсь? Ну, потому что не нужно подменять понятия. Из-за того, что у нас, грубо говоря, люди, пребывающие на должности советников, публикуют в открытое пространство в своих социальных сетях или где-то заявляют свои мнения или заявления, а наши средства массовой информации за неимением других заявлений берут их и вытягивают в новости, это не становится заявлением у официального чиновника, потому что советник это не чиновник. Смотри, стоит в офисе президента пресс-поинт, пресс-поинт, на который регулярно на фоне картинки офис президента выползает еще один советник Стероза Лесенков в перерыве между дискотеками. Там покрутил дискотеку, вышел... Видишь в перерыве, ты хотел, чтобы на дискотеке делал заявление или что? Не, вышел, сделал заявление, мне его тоже не воспринимать или как, Василий? А это, Игорь, чисто твое дело. Если ты хочешь воспринимать официальную информацию от уполномоченных лиц, то получается нет. Если ты хочешь... Не, подожди, то есть у нас Лесенко-террористы информационные и подоляка не захватывают пресс-поинт в офисе президента и выдают отсидатину. Нет, подождите. Игорь, мы же про шашечки или про ехать? Не, мы про звездоболов. Суть в другом, что официальные заявления, они имеют определенную силу и имеют определенные за этим всем последствия. Хорошо, завхоз, Андрей Ермак, завхоз, который должен покупать бумагу, в том числе туалетную или человек, который может озвучивать позицию страны. Вопрос к тебе. Игорь, у нас никогда в жизни глава офисов президента, какой бы он ни был, в его перечень обязанностей не входит покупать туалетную бумагу и работать завхозом. Это несколько другая организация работы офиса президента. Ты это сам прекрасно знаешь. Я задаю тебе вопрос. Нам Ермака заявление воспринимать как официальное? У него официальная должность. А что его должность, я извиняюсь, обязанность и должность, за что он отвечает, никто не может подсказать или нет? Ну, есть же четкий перечень, что ты мне задаешь этот вопрос. Я не знаю, какой четкий перечень, я не знаю, Василий. Ну, в смысле, заходишь на, я не знаю, где там, на сайте, наверное, офиса президента где-то должна быть расписана. Ну, нету, но где-то в законе должно быть. В каком законе нету этой должности? Есть премьер-министр, есть президент, есть этот самый, ну, какой, где? покажи, назови мне закон, за каким Ермак может позицию государства представлять. Игорь, ты сейчас жутко манипулируешь. Не, не, подожди. Ты мне с одной стороны говоришь, что не прописана где-то штатная должность, с другой стороны, ты говоришь конкретные какие-то заявления, а я тебе этого не говорю. Подожди, подожди, стоя. Я тебе предлагаю договориться следующим образом. Если ты хочешь в рамках эфира задавать мне вопросы, которые касаются, например, функциональных обязанностей того или иного чиновника, где, в каком законе это прописано и как, чтобы у меня был тебе компетентный ответ, ты мне хотя бы, блядь, как-то маякни перед эфиром, чтобы я сейчас не рассачивал за тебя и не искал в интернете функциональные эти обезы, потому что ты делаешь очень интересную конструкцию. Мы с тобой заявляем одну тему и делаем как нее. Я не против переходить на другую тему. Я проверял, их нету, Василий. Я понимаю, о чем ты делаешь. Но я это в голове не держу. Я проверял, нету. И оснований стоять в центре фотографии как лидеру государства на саммите мира в Швейцарии тоже нету. представляет страну Владимир Александрович Зеленский. Совершенно верно. А кого Ермак представляет? Как принимающая сторона, наверное. Ну, как принимающая, как один из организаторов. Швейцария представляет все, Василий Швейцария. ну, блин, слушай. Я прекрасно понимаю твою любовь к главе офиса президента. Да нету у меня ни ненависти, ни любви. У меня любовь к моей жене. Выглядит так, что к жене и к главе офиса президента. Еще немножко клещем. Поехай, святый сын, Игорь, нашу это самое. Я тебе просто говорю. Мне задают вопросы иностранцев. И говорят... Прям подходят и говорят, Игорь! Нет. Коллеги наши, журналисты, говорят, а что это было? Прям так спрашивают. Да, а что это было? Какой функционал? Я гуглю, как и ты. Нету функционала. Нету. Слушай, но журналисты же иностранные, они могут в офис президента прислать вопрос. Они уже прислали. И что? Жду. Ну, вместе с ними. Ну, хорошо. Сидю и жду. И там что-то ответят по этому поводу. Куда-то пошлют. Ты вот замечательные вещи делаешь. Вот мы начали с тобой одну тему, да, блядь? И она супер глобальная, Игорь, блядь. Ты сейчас перешел, перебил, и теперь я тебе честно скажу, нахуй, блядь, кому надо это Северная Корея, блядь, и этот эфир? Не, эфир нужен, Северная Корея тоже надо. Ну, типа, какой смысл этого всего? Смотри, а я тебе отвечу. Отвечу тоже правильно и глобально. Ты поднял очень серьезную тему. Мы ее с тобой вначале очень правильно разобрали. Смотри, Северная Корея, Северная Корея, и ее союз с Путин, ну, который сегодня, да, наблюдаем, это вызов. Это вызов практически нам, Украине, потому что снаряды и ракеты по нам летят. И это правильно ты сказал вызов западному миру. Так. Почему всплыл господин Ермак, офис, активисты? Где всплыл? Ну, в нашем разговоре. Я тебе объясню. Так. Вся проблема в том, что эти люди оценивают происходящие события и выдают это за государственную точку зрения. Да они при чем здесь? А я спрашиваю, при чем они? При чем теме Северной Кореи и союза Путина? В принципе, Украина, ну, то есть, Украина в целом и война в Украине, да, это является основной составляющей. почему там сейчас Путин дружит с Талибаном из Северной Кореи, потому что больше не с кем. Но суть в другом, что при чем тут сейчас мнение внутри Украины к этому происходящему? Не при чем. Это игра Российской Федерации и Соединенных Штатов. Смотри, я вот ожидаю сейчас и хочу услышать, кроме смешков, которые раздаются с Белодомом, мне они какие-то удивительные, но эти комментарии, они не серьезные. О чем конкретно? Ну, вот они говорят, Путин поехал туда от безвыходя. Хорошо, давай разберем эту ситуацию, правда это или нет. насчет безвыходя? Смотри, Путин прекрасно видит, кто может быть его союзником в противостоянии Запада. Ну, конечно. Он абсолютно ничего не теряет от союза с Северной Кореей. Ну, ничего не теряет. Вопрос не факт. Что теряет? может я ошибаюсь. Смотри, какая интересная ситуация. Я вот про Северную Корею знаю, ну, может быть, чуть больше, чем обычный обыватель, потому что там интересовался и считал, но не так, чтобы я являлся экспертом по Северной Корее. И экспертов по Северной Корее у нас не так, чтобы на каждом углу. Поэтому я посчитываю всегда китаистов. Вот в блогах китаистов сейчас в размышлениях относительно этого визита очень интересные мысли возникают, а именно о том, что договора, которые подписал Путин с Ким Чен Ином, они по степени партнерства на голову выше, чем договора, которые подписываются с Китаем. В чем разница и в чем их опасения? Получается, что для Российской Федерации Северная Корея больший и более всеобъемлющий партнер, нежели дружественный Китай. По этому партнерству Россия может поставлять туда какое-то вооружение, о чем намекнул Путин, пытаясь помахать дубиной Байдена. Ну, перед Западом, да. Но дело в том, что у Северной Кореи существует только две сухопутные границы. Одна существует с Российской Федерацией, а вторая как раз с Китаем. Насколько Китаю понравится, что у него под боком вооружается Северная Корея, которая хоть и ни разу не враждующая и где-то очень сильно даже зависимая от Китая, но их там тоже дохера. Непонятно, куда это повернет и как они будут. кстати, китайцы очень внимательно с Северной Кореей работают. У них нету такой вот прям вот так вот бесконтрольной границы и севернокорейцы себя вообще не чувствуют вольготно в Китае. То есть там прям такая на тоненьком идет дружба, если сказать о том, что дружба. И вот теперь посмотри, как Китай будет относиться к тому, что потенциально могут вооружить, обучить и дать какие-то военные технологии, которых нет в Северной Корее под боком у Китая. Смотри, я читал несколько китаистов, да, как ты говоришь. И опасения, которые ты озвучил, имеют под собой место, что Китаю это не очень нравится. Но смотри, высказывания китаистов, китайских блогеров. Китайских блогеров не читаю. Нет, я там читал, что у кого-то уже начало появляться. Их там хрен поймешь. Да, это все пыль и стук. Мы с тобой прекрасно знаем, что позицию в Китае, опять возвращаемся к тому же, о чем говорили, в отличие от Украины озвучивают очень конкретные уполномоченные люди. Никто позицию Китая, кроме этих людей и этих средств массовой информации не озвучит. Если бы это написали не китаисты, а Жемин Жибау, то я бы воспринимал это как официальную позицию Китая. Это не позиция Китая. Китай никогда в жизни, если следить за их характером ведения дипломатии, они никогда в жизни эту позицию ни на каком уровне не прокомментируют. Ну, просто явно они не могут сказать, что они побаиваются Северную Корею или опасаются, что может крыша поехать или еще что-то. Ну, не будет такого. Но как они будут действовать, это совершенно другое кино. Смотри, я подозреваю, что Китай в теме. Я не думаю, учитывая, что первый визит Путина был в Китай, что они насколько сошлись с Китаем и что тут Путин пошел на какой-то кидок Китая, китайских интересов в отношениях с Северной Кореей. Я думаю, я думаю, все согласован. Я думаю, что заветная мечта Путина для противостояния Западу, а возможно и Китая, это как раз союз между Китаем, Северной Кореей, Российской Федерацией, Ираном, то есть создание такого блока в противовес НАТО, в противовес Америки и тому подобное. Когда-то предшественники Путина создали Варшавский договор и загнали мир в холодную войну. Ну, я не исключаю, что ну, понятно, до такого уровня не дойдет, но что вполне возможно через некоторое время появится блок вокруг там Кремля Пекина, который будет противостоять Западу и мир опять вернется к холодной войне. Почему нет? А, Игорь, Китай, например, ну, если опять-таки не свершится чего-то такого необычайного, у них в доктрине прописано, что они не могут вступать ни в какие военные блоки и союзы. Как с этим быть? Вступать, да, создавать. Нет, не могут они приобщаться и находиться ни в каком военном блоке и союзе. Пока он условный, потом могут сменить. Ну, в Китае есть, мы понимаем, что в Китае есть правящая партия и правящая коммунистическая верхушка. Если там будет принято соответственное решение, значит, проголосуют изменения в Конституцию. Для Китая это не проблема, им не надо проводить референдум, убеждать своих граждан, им достаточно выпустить статью той же Жемен Жибауа и сказать, что линия партии поменялась. Игорь, ну вот если мы как обыватели будем смотреть на эту ситуацию, мы же ну прям на 100% будем в этом уверены, что Китай может в любой момент взять и развернуть свой корабль, поплыть в другую сторону. Ну типа может ли сделать эта партия? Да нефиг делать. Проголосуют ли на съезде? Да 100% все проголосуют даже чуть больше, чем находятся там людей. Ну так там это работает. Но есть нюанс. У Китая есть стратегия экономического развития. И эта стратегия экономического развития, она базируется на обмене товарами и деньгами с другими странами и союзами. И когда ты смотришь торговые балансы Китая, то основные две статьи, одни из основных статей, это торговля с якобы их врагами, с которыми они противостоят Соединенными Штатами, А второе это с Европейским Союзом. И вот как ты думаешь, что будет с этой торговлей у Китая, если они вдруг начнут объединяться в какой-то военный не дай бог союз? Они за что рисом кормить свои миллиарды людей будут? Василий, если их в этот союз руками и ногами не засунут глобалисты Соединенных Штатов и Европейского Союза. Нет, это все замечательно. Они чем людей кормить будут? Смотри, если это происходить не будет, ну то есть если их туда не будут запихивать, вводя санкции, пытаясь захватить Тайвань, ну понимаешь, да, что я имею в виду? Если этим не будут их запихивать, естественно, ни в какой союз. Ради там Путина, ради там Северной Кореи, ради Путина, Китай никогда не пойдет. Тут я с тобой согласен. Это страна, это страна, которая абсолютно самодостаточно в защите своих интересов национальных и тому подобное. Но мы очень хорошо знаем, видим глобалистскую повестку дня, которая навязывается и в средине Соединенных Штатов, и в средине Европейского Союза, где с Китая пытаются лепить врага, пытаются нацепить санкции, пытаются там кто-то запретить, где-то обрезать, где-то в чем-то обвинить и так далее, и так далее. Если это будет усиливаться, если повестка не изменится, я имею ввиду по отношению к Китаю, а будет усиливаться, ну сегодня так, а завтра все может и повернуться, Василий. Я думаю, я думаю, что Китай сегодня в истории Северной Кореи, мы о ней говорим больше, чем о Китае. Китай сейчас займет позицию свою излюбленную. Он будет сидеть на берегу реки и наблюдать, будут плыть трупы врагов или не будут плыть, и вообще что дальше с этим всем делать. Но я больше чем уверен, что Путин не пошел бы на подписание этого договора в пику Китая. Потому что взаимоотношения с Китаем, и это видно по последнему визиту, да, Путин, ну, Китай, и заявлению Центробанка Российской Федерации о том, что юань встает основной иностранной валютой в России, да, вот это все происходит. А доллары в Россию отключают? Да, не, ну, смотри, вот это все происходит, а потом типа Путин летит и говорит, да пошел Китай нахер, не верю. Нет, Путин так не говорит, но Китай это явно может воспринять не сильно дружественно. Так вот Путин не сделает ничего, чтобы воспринял Китай. Это кому-то хочется так. Игорь, глобально это блеф или не блеф со стороны Путина? То есть он просто повышает ставки, но ничего не имея под этим. Ты имеешь ввиду сотрудничество с Северной Кореей? Ну, смотри, какая вот ситуация. Как я вижу вот этот полет. Северная Корея же поставляет там эти снаряды, да? Дофига про это пишут. Ну, так она могла бы поставлять это все без визита Путина. Абсолютно само себя и до этого договорились. Вот. Этот визит сделан для чего? Чтобы это все было очень красиво Чтобы поближе поднять ставки в противостоянии Соединенной Местерии. Да. Северная Корея, которая вообще без каких-то там международных связей и таких тем более визитов, естественно, там будет коврами красными выстилать все. Ну, Северная Корея, кстати, тоже не идиот, и они хорошо помнят, как Россия присоединилась с санкциям против Северной Кореи, хотя могла бы этого не делать. Вот. Они это помнят и знают, что если вдруг с Западом потеплеет, то Россия точно так же забудет про своего этого недоразвитого соседа. Сто процентов так будет. Так вот, ну хорошо, говорит, поставим туда самолеты. Северокорейцы что, могут летать, у них там готовая инфраструктура? Нет. Значит, это очень длительный период, если вдруг туда самолеты эти будут поставляться. было в практике Советского Союза преемником, какой есть Российская Федерация, самолеты будут туда поставлены вместе с пилотами-добровольцами. Вот. Это другу окинуто. Тогда получится, что это уже не совсем просто поставки вооружения. Правильно? Ну смотри, гражданской войне в Испании в 30-х годах прошлого столетия не Настырская Германия, ни Советский Союз официально участие не принимают. Но мы понимаем... Понятно. Понятно. Это понятно, да. А теперь момент. В Северной Корее, если так навскидку, если я не ошибаюсь, где-то 22, кажется, миллиона человек живет. В Южной Корее чуть в два раза больше. Кажется, 58 или что-то такое. То есть уже не соотношение определенное идет. Является ли действительно Северная Корея такой серьезной прямо угрозой для Южной, при том, что у Южной еще за ними в тылу стоят Соединенные Штаты? И вот это соглашение о том, что Россия в случае агрессии на какую-то страну, даже если начнется вооруженный конфликт, не дай бог, между Южной и Северной Кореей, Россия вообще вывезет его? Да ну не вывезет же. Ну это ж блеф. Нет, не вывезет. Ну это блеф. И Соединенные Штаты почему так просто на это все спокойно реагируют, потому что они понимают, что это прям то ли блеф, то ли агония. Для них, для них, для них, ну для штатов, это блеф. А для нас это жизни наших воинов. Для нас проблема поставки снарядов из Северной Кореи. Я о чем я говорю, для нас это реальное это самое. И если бы наши партнеры хотели этому противостоять, они имеют для этого весь инструментарь. Как? Этому противостоять? Давление. На кого? На Российскую Федерацию и на Северную Корею. Как можно надавить на Северную Корею? Дай мне механизм. На Китай? Зависимо, скажи мне, зависимо Северная Корея от Китая? Ну, во многих статьях. Во многих статьях. Если не ошибаюсь, как минимум по топливу так точно. Да, ты сам только что сказал, что на первых местах, в первых графах доходов Китая от торговли с Россией, с Америкой, с Соединенными Штатами. На третьем месте, кажется, после Азиатского Европейского Союза. Да, на втором там Европейский Союз, да? Ну, было так, да. Ну, неважно. Короче, это два страны НАТО, два стратегических, экономических, торговых, правильно? Главных. Главных. Ну, если бы им надо было, могли бы они через них повлиять? Могли бы. Они этого не делают. Ну, потому что не было прецедента для этого. Потому что это, грубо говоря, если ты Китай попросишь условно не поставлять топливо в Северную Корею, Китай может у тебя тоже что-то попросить? Не, я это, послушай, я это прекрасно понимаю. Но, я еще раз тебе говорю, я думаю, что Китай находится в связке с Россией и Северной Кореей. Какую они, что Китай выигрывает? Китай усиливает свои позиции на международной арене. Да, и Северная Корея, и Российская Федерация после вторжения в нашу страну, они шкваренные, перезашкваренные страны. Но, в то же время, рынок огромный, в то же время, сырья, особенно в России, завались. Осваивать его, производить что-то, закупать его, ну, кто-то же заменил после начала войны поставки железной руды в Китай. Вот, с Украины поставлялось самое большое количество железных руд для металлургии Китая. После начала большой войны, прямой агрессии, эти поставки фактически прекратились. Как ты думаешь, какие сейчас отношения Украины и Китая? Украина является по состоянию, давай так, Украина по состоянию на сегодня является тоже не последним торговым партнером Китая. Да. Заинтересован ли Китай в продолжении торговых отношений? Да. Сотрудничество? Да. Теперь вопрос поставим по-другому. если будет власть лояльная к Российской Федерации, будет Китай там иметь интерес? Собственно говоря, да. А если будет проамериканское, ну, явно, больше даже, чем сейчас, Китай ничего не прикурит. Вот смотри, продажу моторсечи по требованию американцев отменили, отменили, не, ну, это показывает антикитайское движение по маховению руки Соединенных Штатов. Смотри, объем товарооборота между Китаем и Украиной в январе-май увеличился на 20,1% до 3,8 миллиардов долларов. Экспорт из Китая в Украину за январь-май вырос на 47,5% до 1,4 миллиарда. Китай экспортирует в Украину ТНП, электромобили, литиевые батареи, шины для автобусов, грузовых и легковых автомобилей, смартфоны, телевизионное оборудование и другое. Поставки из Украины в Китай в 2024 году увеличились на 8,7%, то есть до 2,4 миллиарда долларов. Украина в основном поставляет сельхозпродукцию, кукурузу, жмых, подсолнечное рапсовое масло, ячмень и так далее. товарооборот растет между странами. На 20% вот увеличился. Явно не то, что могли бы. Послушай, за счет зерна металлургия и руда все стоят. За счет зерна, который Китай закупает в Украине, чтобы, как ты говоришь, кормить свои миллионы, да? За счет этого растет товарооборот. Но товарооборот значительно упал по сравнению, если брать в денежном эквиваленте, по сравнению с прошедшими годами. Это факт. Плюс до то, мы не понимаем, что дальше будет происходить с финансовой системой Китая. Я не исключаю, что они могут ее обрезать и для нас в том числе. Все может быть. В целом. Поэтому, смотри, я вижу создание гласного, негласного союза ряда государств, которые будут противостоять НАТО и от которых, к сожалению, Украине ожидать ничего хорошего не приходится. Давай вот два слова еще про НАТО скажем, потому что на саммите НАТО в Вашингтоне Украине пообещали принять ее однажды в Альянс. Об этом заявил генсек Столтенберг. Это просто вообще шикарнейшие формулировки. И вот цитата. Я уверен, что мы будем иметь формулировку о том, что Украина станет членом Альянса. Точные формулировки, о чем именно мы договоримся, сейчас обсуждаются между членами НАТО, но я уверен, что к саммиту мы будем иметь хорошую договоренность о решении, сказал он на пресс-конференции с господином Блинкиным. Столтенберг считает, как пишут СМИ, что перспектива завершения войны связана с надежностью долгосрочных обязательств перед Украиной. Так же будет написано о новой военной помощи, но в целом... Смотри, я когда услышал перед этим тезис, ты его тоже наверное слышал, о том, что Украина сможет стать членом НАТО после победы над Российской Федерацией, я когда его услышал, я подумал, может, что-то происходит, может, что-то не то, может, с психикой у кого, если мы победим Россию, то нахиба нам то НАТО, пускай они тогда к нам вступают. Ну, подожди, мы же как-то должны спасти, чтобы на них никто там не этот... Ну, ты понимаешь, да, о чем я? Ну, несоюзмеримая очередная чуха, никто Украину принимать в НАТО не бронирует. Более того, я больше чем уверен, что история с НАТО поднимается каждый саммит, вывесивается морковка, знаешь, как для ослика, и целая украинская нация бежит за этой морковкой. Мы уже в побеге за этой морковкой потеряли территории, потеряли жизни наших людей, теряем страну, но уперто продолжаем бежать. Я предлагаю прекратить быть баранами, бегать за морковками, трезво смотреть на НАТО, трезво смотреть на государства, члены НАТО, на наши взаимоотношения с государствами, членами НАТО. Я говорил у тебя в эфире, повторюсь, я считаю ошибкой своей личной, свой голос за внесение изменений в конституцию по НАТО, и я считаю, что когда ты идешь кому-то, стучись в дверь, а мы не просто стучимся, мы уже ломимся в эти двери НАТО, вот так вот, кулаками, ногами, а нам говорят, не-не, подождите, не-не, отойдите, не-не, этот самый, если такое происходит, то мы должны пересмотреть и прекратить самим помогать вывешивать перед собственным народом, собственной нацией морковь, понимаешь? Игорь, я с тобой согласен, слушай, а с другой стороны, вот на секунду завершения, ты мог себе представить даже пару лет назад, что Россия будет дружиться с Северной Кореей и подписывать договора и еще что-то? Знаешь, мне Василий мог, скажу почему. До войны мог? Да, скажу почему. Я говорю о том, что будет эта война, большая война с Россией, начиная с 90-х годов. Я это понимал, я говорю, что надо готовиться, я и там родные друзей, что надо готовиться, что нельзя отдавать стратегические бомбардировщики, что нельзя отдавать ядерное оружие тактическое, понимаешь, да? То есть нельзя отдавать и резать ракеты, самолет и тому подобное. Нас называли разжигателями войны. В результате мы же не на коне нападали, понимаешь, но получили из-за своей слабости, из-за того, что сами себя звоювали, знаешь, есть такой украинский термин, то есть в средине устроили руину, продолжаем ее строить, ты посмотри, что происходит в средине страны. Мы же разделяем власть во всем. Дели людей на белых и черных, на русскоговорящих, украиноговорящих, на тех, кто считает бандеру героем, а кто нацистским преступником. Кто считает колпака героем, а кто считает приспешником Сталина. Игорь. И вот вишенька на торте вчера. Ты видел этот закон? Нет? не обратил меня? Я же не знаю, о чем ты говоришь. Украинский парламент принял закон об офисе белых предпринимателей. Ну, так, кто-то где-то. То есть, теперь у нас одни предприниматели будут белыми, и им будет государство идти навстречу, и в бронировании людей, и в налоговых проверках, и во всем на свете. А все остальные в черный список. Опять же... Не готов обсуждать, потому что даже не знаю, о чем этот закон, Игорь. Ну, это закон Гейтманцева. Да, разделяя, опять же, и это самое. И допускаю, что там может быть что-то интересное, но ты, если хочешь какие-то вещи обсудить на эфире, ты мне заранее хотя бы говоришь, чтобы я хоть закон почитал. Я не читаю все законы, которые принимает сейчас... Василий, я говорю по повестке дня, я не говорю это самое. Я не готовлю к эфирам какие-то это самое. Я там... Давай так, давай закончим эфир позитивной новостью. Дай позитивную новость. Позитивная новость, смотря для кого как. Да что же у тебя все время смотря, ну есть такая какая-то безоговорочно позитивная новость? Нет, я хочу рассказать зрителям про операцию, которую сейчас пытаются провернуть некоторые правоохранительные органы. Все помнят, да, мародера Борисова, военкома одесского, которого я выявил, выявил его виллу в Испании, офис в Испании. Вот ДБР начало расследовать это дело, дело, я там, опрашивали меня, там еще ряд людей, все. Второй раз арестовали, он снизил залог до 12 миллионов, ему опять его увеличивали и это самое. И вот у меня сейчас информация, что господин Борисов получил предложение от представителей правоохранительной системы Украины, которое состоит в том, то он дает показания на Валерия Заужну, главкома вооруженных сил в то время, которое Борисов занимал должность, говорит, что в всех его коррупционных схемах, белых билетах, во всем на свете Заужний был в теме, он имел к этому отношение и тогда идет он на согласие со следствием, на соглашение со следствием и после этого выходит на свободу. Вот такая новость для Борисова позитивна, для нашего общества не знаю, для всех остальных тоже. Ну вот где-то так. Я считаю, что почему подтверждается, почему подтверждается это все, я тебе скажу, потому что в суд дело не передают. Вот просто в суд дело Борисова не передают, хотя расследовать там уже нечего, все очевидно, все понятно, и он должен, дело быть передано в суд, и он должен в суд принять решение о том, как наказать мародера. Но это не делается, и это дает основания говорить о том, что идут торги. Почему будем направлять соответственные бумаги и спрашивать с Государственного бюро расследования, почему дело мародера Борисова не в суде, почему и как и что происходит, и какие торги с ним ведутся. Ну, не знаю, не знаю, пока что я не вижу таких следов прям всех этих моментов, которые ты рассказываешь, но последний. Смотри, я вижу, и более того, и более того, я тебе скажу, эта информация проистекает из того, что политологи малоизвестные уровень которых вот сейчас уже начал повышаться, начинают озвучивать тезис, что Борисов не виноват, что он... Первый раз такое слышу. Я тебе говорю даже статистически. Давай, понаблюдаем. Да, что он не виноват, а это все Валерий Федорович. А я тебе скажу почему. Потому что внутренний опрос офиса президента показал, что несмотря на падение рейтинга заушного, он продолжает все равно пользоваться самой большой поддержкой среди украинцев. Понимаешь? И мне как бы я не являюсь фанатом Валерия Федоровича. Но я четко понимаю, что мародеры такие, как Борисов, должны сидеть в тюрьме. Мародер должен сидеть в тюрьме. давай дождемся каких-то очевидных движений по этой истории, ну и проследим, правильно ты говоришь инсайдиш или нет. Так как? Я инсайдшу Золотарев говорил уже об этом политолог. Почитай и зайди. А при чем тут? Я хочу увидеть, что дело начнет рушиться в суде. А так и я хочу. И я хочу. И тогда я скажу, что да, ты где-то прав. Игорь, ладно, тебе спасибо за то, что ты уделил Спасибо тебе. Хочу попросить прощения, что увел от Северной Кореи в дебри нашего офиса президента. меня дебри не сильно парят, Игорь, нельзя темы рвать, не структурно получается. Ты с одними дебрями разберись, а потом в другие ходи, а не по дороге. Хорошо, будем в следующий раз дорогие зрители ходить. Вы в комментариях напишите, какие дебри вас больше интересуют. Все, договорились. Ладно, еще раз тебе спасибо, зрителям спасибо, что они были и это время отметьте нашу работу пожалуйста лайком, комментарием, поддержку, подписочкой. Для тех, у кого будет желание поддержать в целом наш канал, реквизиты есть в описании. Всем вам добра, ребята, берегите себя. Пока. Удачи и Василию, и всем нашим зрителям. Договорились. Продолжение следует...